Во всех школах страны сегодня прозвенел последний звонок. Для более чем 170 тысяч выпускников начинается новый этап в жизни. Долгожданная линейка в этом году проходила в традиционном формате, без ограничений. На трогательном событии в жизни каждого школьника побывала Динара Сабитова. Динара Сабитова Для выпускников Казахстанско-российской гимназии номер 38 этот день радостный и волнительный, но в то же время грустный. Ведь совсем скоро их жизненные пути навсегда разойдутся. Я планирую учиться в Корее на биотехнологии, либо просто биологические науки. Вообще я хочу работать в лаборатории, потому что я интересовалась таким с детства. Мне нравилось смешивать различные жидкости дома, чаи, порошки и так далее. Поэтому я хочу продолжить. У меня есть несколько вариантов. Это университет в Корее Южной и два университета в Алматы. Специальность IT, программист. Очень хорошая перспектива и цифровизация будущего. За 11 лет школа для многих становится вторым домом, а учителя – крестными родителями. К примеру, в 38-й гимназии во взрослую жизнь сегодня проводили 77 выпускников. Все они являются гордостью своей школы. Могу сказать смело, на сегодняшний день 18 учащихся уже являются студентами зарубежных стран, а также страны СНГ. Большинство они поступили в гуманитарные высшеучебные заведения и выиграли грант. Сегодня последний звонок прозвенел для более 12 тысяч выпускников. 613 из них претендуют на получение знака «Алтенбельга». А на участие в ЕНТ подали заявки около 9 тысяч учащихся из 295 школ города. Дина Расабитова, Дина Рысаев, телеканал Алматы.